Итак, что мы имеем перед тем, как начать проводить всяческие всевозможные анализы? Я открыл модель Саши Ковалевой, выполненную в SketchUp. И сейчас я предварительно смотрю, как здесь все дела. Значит, первое, на что я обращаю внимание, это для меня все-все с пяти кераметрами с группы, ровный и смыслом анализованный. То есть это изложенный лайнер. И вижу, выполненную камеру картинку, потому что много смонсеров. Вот этот объект. Будет важно при различных экспортных импортах называть все на владельницах. Это, соответственно, позволяет избежать всяческих указусов. И что относится к своей своей своей. Здесь есть прикроверен стволарей. Они были в нем сделаны. И я вот выполнил очень-очень приблизительно Сашина здание в отдельном слое. Вот. Все, в принципе, нормально. Могу посмотреть Color by Layer. Что будет? Вот у меня цвет по слою. Также я переключу сейчас вид Monochrome, где я могу посмотреть направление грани, куда они, вовнутрь смотрят или вовне. Сейчас у меня розовым обозначены те грани, которые рассмотрены изнанкой, обращены к нам изнанкой. То есть, а все белые, это те, которые обращены к нам лицом. Вот я могу развернуть какую-то грань и посмотреть, что вот она. Теперь же расположена в неправильном направлении. Если я удалю эту, вот внутри все грани расположены в верном направлении, то есть вовнутрь. Вот. Значит, модель не справлена. Единственное, что вот это надо бы развернуть тоже вниз, потому что это влияет на расчеты. Так. И буду работать через экспорт в 3DS. Это наиболее простой тип экспорта. И сейчас, значит, так вот, и назову это сайт. Далее. Выставлю options. И здесь экспорт full hierarchy. Он экспортирует всю, весь структуру аутлайнера. Слои, по-моему, не будут экспортированы. Вот. Ну и все остальные настройки по умолчанию. Можно отдельно экспортировать только конкретные выделения. И это удобно, если мы сначала хотим экспортировать только участок, ну, существующий, а потом отдельно здание. И потом их уже в Экотекте совмещать. Так. Переключаемся в Экотекте. Смотрим, что там происходит. Значит, я создам новое окошко, где просто мы импортируем новую модель, потому что в том окне у меня уже она импортирована. Так. Вот мы что получаем. Стандартная структура меню. Вверху нападающие менюшки, которые, в принципе, дублируют меню слева и справа. Значит, первое, что мы делаем, файлы импорт. 3D CAD Geometry. Убираю 3DS файл. Значит, нахожу его. Вот он здесь располагается. Сайт. Так. И вот у меня превьюшка есть, где я вижу, что у меня произошло. У меня перехал. Перешла сюда структура. Вот эта скетчаповская. Здесь тоже есть. Допустим, монстр, который я могу отключить и включить. Могу импортировать, могу его не импортировать. Вот. Еще одна важная настройка, которая здесь нужна нам. Об этом можно подробнее разговаривать. Сейчас на этом не буду останавливаться. Это... Remove Deplicate Faces и Auto-Mesh Triangles. Он, соответственно, скрепляет код планарной плоскости, код планарной полигоны в единый. Все мне устраивает. Нажимаю Import into the Steam. Ок. Здесь это не принципиально. Вот он их сейчас управляет. И мы получаем более, так скажем, чистую модель. Учит Экотек представляет себя достаточно такой специфический программный пакет. И мы обратимся, ну, как бы, рассмотрим его функции и те вещи, которые можно проанализировать или симулировать в дальнейших видео. Обращаю ваше внимание, что север, направленный, ну, по оси Y он у нас лежит, он соответствует той же модели, к тому же северу в SketchUp. Соответственно, вот это расположение относительно начала координат очень важно. Мы можем здесь в SketchUp слепить какую-то другую модель, потом в файл Export to 3DModel и вот выбрать здесь Export Only Currency Selection. И потом, экспортировав только отдельный кусочек у этого файла, можем вставить его в Экотект и поменять наше решение. Вот. Значит, по вот этому пока так.